Ну, собственно, не могу сказать, что у меня когда-то были особенно близкие отношения с алкоголем, или я ловила себя на состояниях, когда я впадаю в зависимость от него. Но, естественно, был период, когда это не очень осознавалось. Пили мы практически каждый день, но это была история, в общем, довольно типичная. И очень быстро я начала замечать, как это людей подчиняет. Это очень забавно наблюдать, потому что они выглядят королями ситуации, пока они начинают просыпать работу, потому что все очень болит, пока они начинают мерить день от бутылки виски до бутылки виски, которая покупается там в конце рабочего дня, и еще одна на ночь. Как смещается весь режим, как все меняется, и через год или два ты понимаешь, что этот человек живет подчиненный совершенно другим законам. Я поняла, что мне очень жалко своей жизни на то, чтобы тратить ее на бухло, в самом, в общем, простом и прямом смысле этого слова. И у меня начала меняться ситуация, потому что я вдруг поняла, что мне дико неуютно, во-первых, испытывать состояние, которое я не очень контролирую публично, а во-вторых, следовать очень, ну, таким, неподдающимся апелляции, физиологическим законам тебе правда очень плохо, ты правда довольно быстро интоксицируешься, тебе не очень хорошо, ты не помнишь телефонов, ты начинаешь нервничать и все прочее. Я себе очень не нравлюсь в таких состояниях. И я, в общем, какое-то время назад, поняв, что ситуация с друзьями, видимо, не изменится, а со мной и должна меняться, приняла волевое решение не пить крепкого алкоголя вообще. Время от времени за обедом я себе позволяю бокал красного вина или бокал белого вина к чему-нибудь вкусному, и это максимум того, что я вообще пью. И надо сказать, что, ну, вкупе со всеми другими изменениями, потому что, ну, началась йога, там, еще что-то, вот, например, с любыми спортивными занятиями алкоголь вообще не совместим, потому что нет смысла ехать с утра куда-нибудь, там, в спортзал, например, или плавать, если тебе, если у тебя похмелье. Поэтому это просто отменяется сразу. Одно удовольствие сильнее другого. Быть бодрым, выспавшимся и наплававшимся круче, чем похмельным и никаким. Вот, я поняла, что, в общем, столько с себя можно начать, никого ни в чем не переубедить, приходить на вечеринки с кислой миной и пить сок не работает. Просто не декларируя это, очень спокойно выпивать свой один длинный бокал вина за 4 часа и довольно радостно уезжать, чувствуя легкую расслабленность, не более. Вот, надо сказать, что это качественно изменило мою жизнь, мне теперь легче с этим. И главное, что я думала, что меня как-то будет подламывать, что у меня время от времени по пятницам будет хотеться шумной кампании, текил, там, долгих задушевных разговоров и все прочее совершенно спокойно. Я покажусь без этого и даже вот пока меня не спрашивают напрямую, не вспоминаю, что я там довольно давно не пью ничего крепкого вообще.